Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Георгий Гожев. Юрий Собуров. Это имя мало что говорит современному слушателю. Его уже нет с нами с 2002 года. А было время, когда он был ведущим солистом Ленинградского академического театра оперы и балета имени Кирова. И им восхищались знатоки оперного искусства. Он обладал мягким, серебристого тембра лирическим тенором, голосом полного диапазона с прекрасно звучащим до второй октавы. И его часто принимали за Сергея Лемешева. При жизни оперный репертуар певца не был записан на пластинке, поэтому сегодняшний рассказ о нем мы будем иллюстрировать записями романсов, сделанными звукорежиссером Борисом Ващенко в конце 1991 года в Ленинградском доме радио. Партия фортепиано Людмила Ралко. Петр Ильич Чайковский. Стихи Льва Мэя. «Хотел бы в единое слово». Хотел бы в единое слово Я слить мою грусть и печаль И бросить то слово на ветер, Чтоб ветер унес его вдаль. И пусть бы то слово печали По ветру к тебе донеслось, И пусть бы всегда и повсюду Оно к тебе в сердце лилось. И если б усталые очи Замкнулись под грезой ночной, О, пусть бы то слово печали Звучало во сне над тобой. Хотел бы в единое слово Я слить мою грусть и печаль И бросить то слово на ветер, Чтоб ветер унес его вдаль. Чтоб ветер унес, унес его вдаль. Юрий Соборов был одним из лучших исполнителей Партии Ленского, Фауста, Герцога Монтуанского, Альфреда. Его имя в афише Обеспечивало спектаклю «Аншлаг». Соборов покорял зрительный зал Прекрасным голосом, Отсутствием фальшивых интонаций, Крика, говорка И излишней драматизации. Культура певца проявлялась Не только в мастерском владении вокалом, Но и в умении Изящно носить сценический костюм В рыцарском отношении К партнерши по сцене. О нем артисте и человеке Тепло отзываются Его бывшие коллеги, Народные артисты Римма Волкова, Константин Плужников, Людмила Филатова. Вот как отзывалась о нем Людмила Павловна Филатова. Юра был настоящим Русским лирическим тенором, С добрым, Мягким, Отзывчивым характером, Далекий от закулисных интриг. Петр Ильич Чайковский, Стихи Дмитрия Роткауса, Средь мрачных дней. Стихи Дмитрия Роткауса, Стихи Дмитрия Роткауса, Стихи Дмитрия Роткауса, Стихи Дмитрия Роткаус, Юрич Кемпир Тим – Стихи Дмитрия Роткауса, Любить 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 Не смутится твой сон и покой. Не смутится твой сон и покой. И старайся не помнить зимой, Что срывала ты рози весной. Субтитры создавал DimaTorzok Юрий начал петь очень рано, еще в школьные годы, в наших классах. Песня сопровождала Юрия в его жизненном пути. Во время службы в армии, а его часть располагалась в Народной Польше, начальство обратило внимание на тягу Соборова к пению и направило его учиться в Ленинградское училище имени Римского Корсакова, по окончании которого он поступил в консерваторию в класс профессора Евгения Григорьевича Ольховского. Среди воспитанников которого были такие прославленные певцы, как Владимир Атлантов, Елена Образцова, Ирина Богачева, Евгений Нестеренко, Николай Охотников. Юрий учился и работал грузчиком, кондуктором, электриком, осветителем в оперной студии. Будучи студентом, выступал в спектакле этой студии, Евгений Онегин, исполняя партию Ленского. Он был словно создан для такой роли, красивый, статный, светлые кудри до плеч. Те, кто впервые слышал его, спрашивали, кто это, Сергей Ремешев? Действительно, их голоса были очень похожи. Чайковский, стихи Алексея Плещеева. «О, если б знали вы!» О, если б знали вы, как много слез незлимых, Тот льет, кто одинок без друга и земли. Вы, может быть, порой прошли бы мимо Жилища, где клочатся дни мои. О, если б знали вы, что в сердце полон тайной печали Чистый взор способен зародить. В мое окно порой, как безлучайно Вы, проходя взглянули, может быть. О, если б знали вы, как в сердцу счастья много, Горит другого сердца близкость. Отдохнуть у моего веселья мы порога, О, если б знали вы, что я люблю вас, Как глубоко люблю, каким светлым огнем Вы с давних пор мне душу согревали. И, может быть, может быть, Ко мне вошли бы в дом. Рассказать о Юрии Соборове я прошу его концертмейстера И друга Наталью Ольховскую, Которая находится рядом со мной в студии Дома радио. Здравствуйте, Наташа. Здравствуйте, Георгий. О Юрии Соборове я услышала впервые, Будучи еще школьницей, Когда училась в десятилетке при Ленинградской консерватории. Папа пришел домой и сказал, У меня в классе появился тенор с очень красивым голосом, Напоминающим по тембру голос Лемешева. Хотелось бы сделать из него хорошего певца. Через несколько лет, Будучи уже студенткой фротипианного факультета консерватории, Я познакомилась с Юрой. Помню, я немного рабела, общаясь с ним, Но он был такой приветливый, доброжелательный, интеллигентный. Позднее я услышала его в студенческих спектаклях оперной студии. И, конечно, запомнила его в партии Ленского. Его голос необычайный, мягкий, завораживающий, Заполнял весь зал. Ну, а поскольку у нас нет записи партии Ленского В исполнении Юрия Соборова, Послушаем, как он поет роман с Чайковского На стихи Ротгауса «Страшная минута». Ты внимаешь вниз, клонив головку, Очи опустись и тихо вздыхая. Ты не знаешь, как мгновенья эти страшны для меня И полный значенья, как меня смущает это молчанье. Я приговор твой жду, я жду решенья. Или ложь ты мне в сердце водишь, Или рай мне откроешь. Ах, не терзай меня, Скажи лишь слово. Отчего же робкое признанье Сердце так тебе запало глубоко. Ты вздыхаешь, ты дрожишь и плачешь, Или слова любви в устах твоих не имеют, Или ты меня жалеешь, Не любишь. Я приговор твой жду, Я жду решенья. Или ложь ты мне в сердце водишь, Или рай мне откроешь. Ах, в неближе мольбе моей, Отвечай, отвечай скорей. Я приговор твой жду, Я жду решенья. После успешного окончания Ленинградской консерватории в 1970 году Юрий Соборов стал солистом оперной студии, А в 1972 году Его пригласили в Харьковский театр оперы и балета. За два года он спел Партии Ленского и Вадемона В операх Чайковского, Герцога и Альфреда В операх Джузеппе Верди И Савы Нащокина В безродном зяте Тихона Хрейникова. В 1974 году Он вместе с женой Нонной Суржиной, Тогда заслуженной артисткой Украины, А позднее народной артисткой Советского Союза переехали в Днепропетровск, Где открылся новый театр оперы и балета. Наташа, я знаю, что ваши пути с Юрием Снова пересеклись. Да, в 1974 году Нас с мужем пригласили работать В готовящийся к открытию Театр оперы и балета В городе Днепропетровске. Каково же было мое удивление и радость, Когда я увидела среди солистов оперы Юрия Собурова. Начался период трудной И очень интересной работы. За восемь месяцев, Которые предшествовали открытию первого сезона, Мы выпустили шесть оперных спектаклей. 26 декабря 1974 года Театр открылся оперы Бородина «Князь Игорь», Поставленный замечательным режиссером Романом Иринарховичем Тихомировым. И первый же выход Юрия Собурова В партии Владимира Игоревича Привлек к нему внимание критики И подарил любовь зрителей. Действительно небольшая, Но очень трудная партия Владимира Стала жемчужиной в Юрином репертуаре. Его чарующий тембр, Мягкость, божественная пьяна На верхних нотах Завораживала зрителей. Не забуду несмолкающие овации, Которыми наградили Юрия Собурова Московская публика, Когда Днепропетровский театр Показывал в Большом театре Князя Игоря. Это очень интересно, Но я хочу снова вернуться К звучанию голоса Юрия Собурова. Роман Счайковского На стихе «Льва Мэя. Зачем?» Зачем же ты приснилась, Красавица далекая, И вспыхнула, что в полыбе Подушка одинокая. Ах, скинь ты, скинь ты, Подложница. Глаза твои ленивые, И пепел кос рассыпчатый, И губы горделимые, Солая ум не снилась, И все, что греза вешняя, Умчалась, и на сердце Легла пасть под кромешная. Зачем же ты приснилась, Красавица далекая, Коль стынет вместе с грезой Подушка одинокая. Ах, скинь ты, ах, скинь ты, Полношница. В последующие годы Юрий Соборов с триумфом выступал в операх «Ригалета» и «Травиата». Музыка Джузеппе Верди Волне и раскрыла драматический Дар певца. Его Альфред в «Травиате» Был наивен и чист, Лишен всякой позы. Герцог «Ригалета» очаровал Избытком жизненных сил. Эти спектакли также были Показаны московской публике Во время последующих выступлений Днепропетровского театра На сцене Кремлевского дворца съездов. Артиста звали к себе театры Одесса и Петрозаводская, Вильнюса и Кишинева. И он выступал в этих городах В классическом и современном Репертуаре. А во время гастрольных выступлений Превосходно исполнял Русские народные песни и романсы. Михаил Глинка Стихи Сергея Голицына «Скажи, зачем?» Скажи, зачем явилась ты О чем моли благая лила И вновь знакомые мечты Души заснувшей пробудила «Скажи, зачем?» Скажи, зачем? Над страстью моей шутя Зачем с ума Меня ты сводишь Когда ж любуюсь над тебя Пятьсот скалок На стилу отходишь «Скажи, зачем?» Скажи, зачем? Скажи, зачем? Скажи, зачем? Нет, погоди Хочу продлить Я заблужденье Удар жестокий От крови Удвоишь ты Мое мученье Сказав, зачем? Сказав, зачем? Удвоишь ты Мое мученье Сказав, зачем? Сказав, зачем? Удвоишь ты Мое мученье Сказав, зачем? Сказав, зачем? Сказав, зачем? С годами Юра все чаще стал обращаться к камерной музыке Вместе с женой они делали очень интересные программы Запомнился мне Юра своим исполнением романсов Сергея Рахманинова Необычайно красивый тембр и умение владеть звуковой палитрой позволяли ему передавать весь эмоциональный настрой музыки Рахманинова Два романса Сергея Рахманинова Стихи Афанасия Фета В молчании ночи тайны Стихи Афанасия Фета Коварный лепит твой улыбку взор Взор случайный Перстам послушную волос Волос твои густую прять Из мысли изгонять Из слова призревать Шептать и поправлять Глые выражения Речей моих с тобой Исполненных смущения И в опьянении Стихи Афанасия Фета Коварный лепит твой Стихи Афанасия Фета Стихи Афанасия Фета Коварный лепит твой Исполненный лепит твой Стихи Афанасия Фета Романс Рахманинова На стихи Алексея Кольцова Я был у ней Я был у ней Она сказала Люблю тебя, мой милый друг Но эту тайну Матха, друг, хранить Мне строго завещала Я был у ней В апреле злато Клялась Меня не променять Ко мне лишь Страстью пылать Меня любить Любить Как драка Я был у ней Я весьма буду С ее душой Душою жить Пустая Она мне изменит Но я Известникам Не был Когда Юру пригласили спеть В Кировском, ныне Маринском театре Партию Фауста В опере Гуноу Фауст Мы не были удивлены Все понимали Такие певцы, как Юрий Собуров Должны петь на лучших наших сценах И тот колоссальный успех С которым Юра Спел свой первый спектакль На прославленной сцене И то, что он стал ведущим Солистом Кировского театра Было итогом большого этапа В творчестве Юрия Собурова И, конечно, началом новых поисков Новых ролей И новых удач Роман Сарахманинова На стихи Алексея Плещеева Сон И у меня был край родной Прекрасен он Там ель качалась надо мной Но то был сон Семья друзей жива была Со всех сторон Звучали мне любви слова Но то был сон А вот как о Юрии Собурове Вспоминает концертмейстер Мариинского театра Марина Рапакова Это был необыкновенно мягкий, добрый, деликатный, интеллигентный человек Прекрасный певец, лирический русский тенор Напоминавший Сергея Лемешева Работать с ним было легко и приятно Часто мы выступали с ним на концертах Он всегда имел очень большой успех у публики Несмотря на то, что перед каждым выступлением Сильно волновался Михаил Глинка Стихи Александра Пушкина В крови горит огонь желания В крови горит огонь желания Душа тобой уязвлена Лавзай меня твои лавзанья Мне слаще мира и вина Слаще мира и вина Склонись ко мне Главою нежной И до ночи Безмятежной Как отдохнет Веселый день И двигнется Ночная тень Ночная 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 Восьмидесятых годах Юрий Соборов выходит на ленинградскую сцену в партиях Ленского Эдгара Личиэди Лемермур Владимира Игоревича Князь Игорь Лыкова Царская невеста Альфреда Травиата Баяна Руслана Людмила А его герцог Монтуанский был просто великолепен Казалось, что все складывается удачно Он поет на лучшей сцене своего родного города Но фортуна изменила артисту Неблагоприятно сложившаяся для него обстановка в театре Привела к тому, что его имя исчезает с афиш Рыночная экономика отразилась на процессе репетиций Все меньше и меньше отпускалось времени на подготовку новой партии, нового спектакля А Юрий Павлович привык тщательно готовить каждую новую роль Добиваясь отточенности образа Теперь почитатели певца могли услышать его в немногочисленных концертах В музеях-квартирах Шаляпина, Достоевского и Римского-Корсакова Михаил Глинка Стихи Василия Жуковского Бедный певец О, красный мир, где я вообще расцвел Прости навек, прости навек За обманутой душою я счастья ждал Мечтам конец погибло все Умолкни, Лира Скорей, скорей Бедный певец Бедный певец Бедный певец Что жизнь, когда в ней нет очарования Блаженство знать К нему лететь душой Но пропасть ведь Меж ними, меж собой Но пропасть ведь Меж ними, меж собой Жила вся в счасть И крепит от желания О, пристань, горестный сердец Могила, верный путь К покою Когда же будет взят Тобою Бедный певец Бедный певец Бедный певец Неблагоприятная обстановка В театральном закулисье Не могла не сказаться На здоровье певца А ведь он был В расцвете творческих сил О чем говорят записи романсов Сделанные в доме радио В конце девяносто первого года Георгий Сверидов Стихи Есенина Песня Сани Из цикла У меня отец крестьянин Мелколесие степи дали Светланы во все концы Вот опять друг заурагали Разливные вовицы Ой, мы сани, сани, сани Званы белые оси У меня отец крестьянин Ну а я крестьянский сын Наплевать мне на известность И на то, что я поэт Эту чатренькую местность Не видал я много лет Тот, кто видел хоть однажды Этот край, этот углок Тот, почти березки каждой Ножку рвят поцеловать Неприглядная дорога Да, любимая навек По которой ездит много В сад и русский человек Ой, мы сани, сани, сани Смотри, божие оси У меня отец крестьянин Ой И еще одна песня Георгия Сверидова Из цикла «Мой отец крестьянин» Березка Зеленая прическа Девическая грудь О, тонкая березка Что загляделась в трут Что шепчет тебе ветер О чем звенит песок Или хочешь в косы ветви Ты лунный гребешок Открой, открой мне тайну Твоих древесных дуб Я полюбил печаль Твой предосенний шум И мне в ответ березка О, любопытный друг Сегодня ночью звездной Здесь слезы лил пастух Луна селила тени Сияли зеленя За голые колени Он обнимал меня И так вздохнувший глупко Сказал под звон ветвей Прощай, моя голубка До новых журавлей Наташа, а как сложилась судьба Юрия Павловича в 90-х годах 20-го века? К сожалению, здоровье Юры резко ухудшалось И после двух инфарктов 19 мая 2002 года Юрий Павлович Соборов скончался Когда Юра хоронили на Волковском кладбище Художник Паринского театра Сказал в прощальном слове Запомните Хороним последнего народного русского тенора Такого обаятельного Доброго, внимательного, чуткого человека С чудесным голосом И дай Бог, чтобы лет через сто Появился на Божий свет такой тенор И еще я хочу сказать то, что для меня очень важно Юра был прекрасный человек Добрый, чуткий, очень ранимый Мы были очень близкие друзья Наши семьи были очень близки Мы делили радости, неудачи и успех Мы все очень любили друг друга И еще, это была наша молодость А ведь жизнь, прожитая вместе Всегда остается в наших сердцах И мы завершим нашу передачу Романсом Владислава Кладницкого На стихи Вячеслава Кузнецова То берег прошлого Написанным специально для Юрия Соборова Ему аккомпанирует Эстрадный оркестр имени Соловьева-Седова Передачу подготовили Автор и ведущий Георгий Гожев И звукорежиссер Вероника Романенко Записи романсов выполнены Борисом Ващенко В гостях у нас была концертмейстер Наталья Ольховская До свидания, дорогие радиослушатели Спасибо вам, Георгий, что ваша передача Не дает забыть такие имена, как Юрий Соборов Это очень важно для воспитания современного поколения Спасибо вам, Наташа Мне снится белек синевой Повернут он, осыпан блеском Там, где добро бит голос твой По всем лугам и перенескам Как плавня гибкая лоза С собой укрыла в тысячи гнезда Твои зеленые глаза Оттуда светят точно звезды Очнусь от запахов травы И сердце ухое тревожно То берег прошлого, увы К нему вернуться невозможно Субтитры создавал DimaTorzok Там плавня гибкая лоза С собой укрыла в тысячи гнезда Твои зеленые глаза Оттуда светят точно звезды 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 По берег прошлого, увы К нему вернуться невозможно Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok